Назовите свой самый лучший день. Сегодня, когда кого-нибудь об этом спросишь, человек непременно вспомнит что-то лично свое. Как он ездил в отпуск, ходил в ресторан, а 70 лет назад все было совершенно иначе. Самый лучший день был один на всех. Самый выстраданный, самый долгожданный день Великой Победы. 9 мая. Барнаул был далеко от линии фронта, но и как для любого советского города, городка или деревеньки, его история разделилась на до и после войны. В 30-х годах здесь, на месте несостоявшегося города Сада, строился городок для работников меланжевого комбината. Вот как, дескать, на зависть капиталистам живет наш рабочий человек. Еще не коммунизм, но уже почти. К сожалению, всем планам помешала война. А после Победного 45-го по всей стране одна за другой стали появляться улицы, названные в честь 9 мая. Так, безымянный проезд в самом центре жилплощадки получил свое нынешнее имя. Сергей Зубчук родился и вырос в этом районе и хорошо помнит послевоенных ветеранов, тогда еще совсем молодых людей. Мне они тогда казались большими, высокими. Были такие костюмы полосатые и хромовые сапоги, в которые были штаны эти заправлены. Еще сапоги должны были гармошкой быть. И в то же время были какие-то награды, медали. Их не так много было, как сейчас на ветеранах, надо понимать. Но это были реальные боевые награды. Квартиры в этих двух домах 36-го года постройки были сплошь коммунальными. А вплоть до хрущевского великого расселения люди ютились даже в их подвалах. Кстати, здесь впервые в городе была организована настоящая канализация с химической очисткой. Вообще показатель о людях тогда, несмотря на трудности, заботились. То тут, то там детские сады, ясли, больницы, да и парк с бесплатными тогда аттракционами рядом. А людям, пережившим войну, многого и не было нужно. Все знали друг друга. Была радость, радовались вместе. Была какая-то беда, вместе помогали пережить какие-то эти моменты на сегодняшний день. Но я не могу так сказать. То есть, если раньше... Я знаю несколько человек из этого дома. И то только потому, что мы здесь в этом одном месте росли. Нету того самого пресловутого духа коммуналки. Когда все было вроде бы некомфортно, а по большому счету было нечто, что людей объединяло. Сергей, как и многие жилплощадовцы, учился вот в этой знаменитой 40-й школе, что рядом на профинтерна 57-го года постройки. Сегодня она как памятник городостроительным планам, тоже нарушенным войной. По еще довоенному плану, вот здесь, где-то за моей спиной, должна была появиться полукруглая площадь. Образцово-показательная школа и государственное учреждение. Вот у нас сейчас где центр города? Площадь Совета, нулевой километр. Так вот, тогда, учитывая динамику развития города, центр Барнаула должен был располагаться вот именно здесь. Сейчас много внимания уделяется возрождению исторического центра Барнаула. Но лично я считаю, что наряду с Барнаулом Ползуновским и Геблеровским есть и другой Барнаул, сталинский, если хотите, послевоенный, переживший войну, выживший и выстрадавший мечту о лучшей жизни. Если Демидовский завод наш город породил, то тот же Меланжевый, который увеличил население Барнаула почти вдвое, сделал его во многом таким, какой он есть сейчас. И жилплощадка – это своего рода музей тех славных времен, который, несомненно, достоин особого внимания. А на этом мы заканчиваем наше небольшое путешествие. И в следующий раз мы продолжим идти Дорогами Победы и прогуляемся с вами по улице Кавалерийской. Илья Кчетков, Александр Антропов, Николай Шилко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин